Хуснулин тут повеселил буквально на медне Для тех, кто не в курсе, Хуснулин это вице-премьер правительства России Курирует в том числе строительство А у нас же цены на стройматериалы выросли Причем ощутимо выросли По некоторым позициям, например, по лакокрасочным изделиям Аж на 50% сразу Так вот, господин вице-премьер Не придумал ничего лучше, как брякнуть Что подорожало-то это дело необоснованно Ну да, действительно, с чего бы ценам-то расти? Наше правительство ведь все сделало для того, чтобы этого не случилось Рубль обрушили, до сотки за доллар Ага, процентную ставку по кредитам подняли В том числе для предпринимателей Льготы для бизнеса отменили Страну под санкции загнали, да продолжают Не понимаю С чего бы тем стройматериалом дорожать вы тоже не понимаете? Правильно Начинаем А в России меж тем может появиться партия секса Что ты сейчас сказал? Да-да-да, вы не ослышались именно так Информация об этом появилась в начале ноября в питерских СМИ В частности, в издании главсовет Официально зарегистрированным Роскомнадзором Между прочим, с инициативой создания такой политической структуры Выступила некая Екатерина Платонова Она оттуда же из северной столицы Трудится экспертом в области личной жизни Консультирует пары в плане интимных отношений Так вот, в минувшие выходные девушка даже приезжала в Москву Дабы подать необходимые для регистрации партии документы в Минюст Ну вот, чтобы не быть голословным Сильное заявление Цели создания данной партии пока не ясны Политическая программа также еще не озвучивалась Но оно и понятно Ждем решения Министерства юстиции для начала Хотя, чем, как говорится, кое-кто не шутит, а вдруг Значит, острая тема Зря вот вы смеетесь, тема-то действительно острая Сейчас остановимся на одном подробнее Это реальная журналистика Вот сухайте меня, что позитива у нас в программе мало Вот, поехали! Кстати, сейчас подумалось, согласитесь В данном контексте словосочетание члены партии Приобретает какой-то иной смысл Нет? И да, с членами женского рода Что делать? Как их называть? Ну да ладно, нехай с этим лингвисты разбираются Вообще идея, на мой взгляд, неплохая Тем более, что на фоне нынешнего политбюро Партия секса могла бы очень даже выигрышно смотреться Но надоели Правда, эти деды, дряхлы Или кремлевские старцы Как их еще называют мои коллеги Средний возраст депутата Госдумы Давно перевалил за отметку в 60 лет Чиновников 70 В Совете Федерации вообще сплошняком Пенсионеры сидят их туда умирать По-моему Отправляют, снимая соответственных должностей Вот, кстати, в качестве примера, пожалуйста Статья месячной давности из МК Цитирую практически Сенатор Джабраилов предложил 94-летнему Николаю Рыжкову Еще поработать в СОП Феде Неправильно Что он решил уйти, сокрушался политик Охренеть, что лет почти дядьки Он Сталина реально видел Сам попросился, мол, отпустите вы меня Уже к ядрине Феде Я вообще не понимаю, что я тут делаю Нет, говорит сенатор Джабраилов Пусть еще поработает на благо Отечества К слову Самому Джабраилову 66 будет КПРФ Это коллективный секс Колхоз Все вместе, давай Это анонизм Это анонизм Коммунисты Это анонизм Они сами себя удовлетворяют Сами себя удовлетворяют Единая Россия Единая Россия – насилие Это насильники Это изнасилование Всех изнасилуют, кого только Справедливая Россия У нас другая тема немножко Это же имеет прямое отношение Справедливая Россия Справедливая Россия это панель. Панель. Кто больше заплатит? И не смеши, гаднюка. Поэтому нет, мне кажется, партия секса нам действительно нужна и даже необходима. И вот сейчас не шучу, совсем объяснюсь. Ну, хотя бы потому, что она стопуду привлечет к себе внимание молодежи, которая, как известно, политикой не интересуется. А это очень нужно. В текущей парадигме простой пример. Вот в последнее время очень много говорят, мол, нам надо что-то делать с демографией. Россия вымирает, потому что со скоростью 500 тысяч человек в год это не я придумал. Это данные Росстата по целому городу в год вымираем. Давайте повышать рождаемость! Кричат! Я, кстати, об этом целую программу делал пару недель назад. Давайте повышать рождаемость! Только кто всем этим заниматься-то будет? Деды с бабулями! Которые не помнят уже, наверное, как оно вообще делается-то. Мы должны быть честными перед людьми, перед своими избирателями. Считаю, что только так мы и должны поступать. Это потрясающе! Точно! То есть, ну точно не стариканы должны о повышении рождаемости шамкать. Неубедительно оно, потому что... Или вот еще пример. Мы живем в век высоких технологий. Компьютеры, смартфоны, искусственный интеллект и так далее давным-давно перестали быть плодом воображения. Писателя-фантаста Кира Булычева и плотно вошли в нашу реальность. Можно и дальше продолжать от всего этого отмахиваться, но оно и все равно останется данностью, от которой никуда не денешься. А эти стариканы до сих пор нашему президенту не смогли внятно объяснить, что такое мобильный телефон, например, и зачем он нужен. У меня мобильный есть, в отличие от вас. А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович? Нет. Даже с питерских времен не осталось там? 8-921, нет? Ну, я не знаю, я не удивлю. При этом они хотят какой-то суверенный интернет развивать, а какой-то цифровой экономике постоянно лопочут. О передовых технологиях и разработках кто на это способен? Это Рыжковый-Терешковый, что ли? Вы говорите о чем-то феерически интересном, но не относящемся к реальности. Товарищи, коллеги, друзья, наша сегодняшняя трансляция, которая велась в Рутюбе, 30 раз упала. 30 раз упала. Мы о чем говорим? Мы говорим о глобальных цифровых показателях, которые мы сами же не можем пока обеспечить. Я просто поплопаю. Я сейчас, конечно, глупость скажу, но как по мне, с молодежью должны работать те люди, которые эту молодежь хорошо знают и понимают. Которые реально в курсе, чем она живет. Чем интересуется, в какие игры играет, какую музыку слушает, как проводит свободное время и бла-бла-бла, которые на самом деле все это знают. А не из отчетов, сделанных престарелыми дядями и тетями из так называемых комитетов по делам молодежи. Ага, для дряхлеющих начальников, членов все того же Кремлевского политбюро. Вот и так, вся страна, это один большой отчет, состряпанный от фонаря для дедушек сверху в матрице, блин, живем. Вот только дедушки-то свой век доживают, а нам и нашим детям еще жить и жить. Амбициозно. Понятно, что я сейчас про условную партию секса говорил и просто порассуждал на тему, а если бы таковая появилась в российской политической системе в действительности. На фоне того политического кризиса, который мы переживаем сегодня в прошлом выпуске, только данную тему обсуждали вот в этом, кто не видел. Посмотрите обязательно. Понятно, что скорее всего, госпожа Платонова замутила всю эту историю хайпа ради. Семен Семенович, ну что вы! Ну а скажу вам и другое. А в курсе ли вы, что на самом деле партия секса еще не так давно существовала в Австралии? Да, да, да. Причем не только существовала, но и успешно функционировала на протяжении 7 лет. Насчитывала 6 тысяч членов и даже была представлена в местных законодательных органах. Больше скажу. Во время политического кризиса в 2015, ну у них там, в Австралии, имела неплохие шансы попасть в парламент страны вообще без стеба сейчас. Да вот, пожалуйста. Ой, вы знаете, многие говорят, вы выбрали какое-то глупое название для партии, при этом ведете разумную политику. Да, слово секс все еще вызывает споры, но я думаю, что пока это так, у нас будут возникать проблемы с решением таких важных вопросов, как половое воспитание детей, например, или дискриминация по гендерному признаку. Да, вообще по целому ряду вещей, которые, в принципе, важны для людей. Да и программа у них была вполне себе адекватной. Помимо прочего, связанного с названием непосредственно, они выступали, скажем, за равенство, за социальную справедливость, за гражданские свободы и свободу выбора. Также против интернет-цензуры. При этом говорили, что необходима национальная система классификации для СМИ, но это... Как бы это объяснить-то? Ну, это если бы кто-то у нас встал и сказал, а давайте уберем из дневного эфира психов вроде Соловьева, ну, потому что это дети могут увидеть. Мразь! Я не хочу марать свои руки об эту мразь! Пшел вон отсюда, мразь нацистская! Значит, вот теперь слушай меня! Пшел вон! Пшел вон отсюда! Вон отсюда пшел! Вон отсюда пшел! Я рибли! Посему не удивляйтесь сегодня. Поэтому я решил уделить вот этой, казалось бы, кринжовой истории целый выпуск. Просто мы уже привыкли мыслить топорно. Большинство россиян дальше заголовков ничего не читает. А если попытаться разобраться в каком-то вопросе, копнуть поглубже, может так статься, что и в самой нелепой, на первый взгляд, ситуации отыщется что-то полезное. Вот этого мне сегодня хотелось донести до вас, попросить, если хотите, чтобы наши сограждане научились заглядывать чуть дальше своего носа. Ну, хотя бы чуть-чуть. Переваривайте, это реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду. Друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok